Вы смотрите программу «Общественное мнение». Здравствуйте! На прошлой неделе к работе приступил новый состав Общественной палаты региона. Полномочий у палаты стало больше, а вот какие задачи перед ней стоят. Говорим сегодня с моим гостем Константин Титов. Это новый представитель Общественной палаты и всем хорошо известный человек. Здравствуйте, Константин Алексеевич! Да, вот совершенно неожиданно вдруг я стал членом Общественной палаты. Насколько неожиданно, как вы себя в новой роли ощущаете? Насколько нова для вас эта работа? Ну, неожиданно, значит, на прошлой неделе только состоялось собрание и избрали. Но представление дали люди, с которыми я давно работаю. Это организация Героя Поволжья. Они дали представление. Я сначала как бы замешкался, но звонок Николая Ивановича Меркушкина поставил все на свои места, и я согласился. Было первое заседание палаты, и кем вы там назначены? Ну, я избран заместителем председателя. Да, у нас там избирается. Вот поручения назначают, дают, а это и выбирают. Поэтому избран заместителем председателя. В моем ведении будут три комиссии. Там у нас состав комиссии. Это комиссия по экономике, предпринимательству и промышленности, чем я очень рад. Комиссия по сельскому хозяйству. И комиссия по общественному контролю за деятельностью всех и всяких. Вы сказали, что очень рады контролировать вопросы предпринимательства, экономики. Может быть, у вас какой-то уже план есть в действии, как поддержать развитие экономики? Нет, немножечко, может быть, я не точно выразился. Не контролировать. Комиссия по экономике, предпринимательству и промышленности – это комиссия. Она не контролирует. Она может анализировать состояние дел. Она может давать соответствующие рекомендации. Она может, ну, конечно, и проверять, соответственно, как исполнять те или иные нормативные акты. и правительства Самарской области, и правительства Российской Федерации. Как вообще относятся к бизнесу, как поддержка осуществляется бизнеса? Но здесь, слава богу, наша область не на последнем месте, она в числе лучших. Так, особенно если говорить о малом предпринимательстве, о малом бизнесе, мы входим в пятерку сильнейших регионов страны, и второе место, если я не ошибаюсь, занимаем в Павловском регионе. Поэтому здесь не контроль, здесь, я думаю, и помощь, и советам, и делам, и лоббирование интересов. А вот комиссия по общественному контролю там, конечно, да. Секундочку, можно вас прерву все-таки к экономике? Вопрос мой в силе, как вы себе представляете? Какой-то план, может быть, у вас есть по развитию экономики, где сейчас нужно постелить соломки, чтобы в такое непростое время остаться на первых полициях? Значит, ну, если я планы буду сам писать, то тогда грош цена мне как руководителю, как заместителю, да? Вот, поэтому я созвонился с председателем нашей торгово-промышленной палаты, Фомичевым, Валерий Петрович, он как раз возглавляет эту комиссию, вы избрали руководителем этой комиссии, мы с ним договорились, что он представит мне план работы до 25 ноября, так? Вот, мы посмотрим с ним этот план работы, если я увижу в нем что-то не так, то я туда, конечно, это буду записывать. Ну, как пример, допустим, нужна серьезная позиция о реализации двух постановлений правительства Российской Федерации. Это о модернизации оборудования наших промышленных предприятий, это вопрос на повестке дня очень злободневный, и, наверное, наши телезрители, и вы понимаете, почему, потому что санкции, мы, если хотим выйти на импортозамещение, мы должны иметь соответствующие технологии и соответствующие оборудования для реализации этих технологий у нас. К сожалению, здесь есть небольшая, так сказать, яма, которую мы должны вместе преодолеть. Ну, и, конечно, еще большая тема – это энергосбережение. Вот эти две темы, они неразрывно связаны, они очень сильно связаны, потому что модернизированный оборудование, оно подразумевает и меньшие затраты электрической энергии. Это очень серьезная тема. Ну, и, конечно, как верх всего этого, это уже инновационные позиции. По инновационным позициям я работаю вместе с городской комиссией. Давно уже Тимур Ягьяев возглавляет, Тимур Сергеевич. Очень энергичные люди собрались. И мы вот в пятницу встречались, с ними обсуждали позиции, связанные с модернизацией и инновационными позиций в нашем авиационно-космическом комплексе. О чем сейчас так много говорят? О поддержке таких фланговых предприятий. Да, нам повезло. Николай Иванович очень глубоко проникает в существо задач, стоящих перед этой отраслью, и серьезно лабират интересы нашего предприятия «Авиакора» про производство самолета «Илюшина» для межрегиональных рейсов. Я думаю, что здесь как раз работа непочатый край. Вы с вами заговорили о санкциях, и в связи с этим, как малый бизнес поддержать? И сейчас так много говорят о увеличении налогов. Может быть, стоит их увеличить? Ну, вообще-то увеличение налогов для малого бизнеса, то, что касается перечня площадей и всего такого, вроде оставили до середины следующего года. Так, не сейчас их внедрять. Эту тему оставили. Да, до середины следующего года вроде так оставили. Хотя бюджет во втором чтении принят. Я не знаю, как дальше будут развиваться события. Посмотрим. Но я лично считаю, что на сегодняшний день, если мы хотим дальше двинуться в позиции развития малого предпринимательства, то мы должны понимать, у нас закон, он для малого бизнеса и среднего бизнеса. Он общий. Это неправильно. Вот малому бизнесу должно и льгот быть больше, и требований, может быть, меньше, чем среднему бизнесу. Поэтому сегодня в стране назрела ситуация уже иметь два закона. Закон о малом и закон о среднем. Мы обсуждали эту тему, когда я был в сайте Федерации на комиссии Ушу Валова. Я член этой комиссии был. Мы эту тему обсуждали. И это действительно все понимают, что этот вопрос назрел. И вторая позиция. Мы должны малый бизнес... У нас вот примерно 20% валов оригинального продукта малый бизнес занимает в области. Это хорошее показательство. Это выше, чем в среднем по России. Но мы должны понимать, что если мы все время будем заниматься прачечными, ремонтом квартир, еще там какими-нибудь незначительными работами, ну, ресторанный бизнес, общественное питание и так далее, то мы никогда не выйдем на показатели европейских стран, тем более Соединенных Штатов Америки, Японии. Это 45-60%. Никогда не выйдем. Поэтому мы должны очень серьезно лоббировать интересы малого бизнеса, чтобы их включали в государственный заказ. Вот это вот очень сложная проблема. Очень тяжелая. Вы очень много говорили в своих интервью, когда еще были сенатором, о дотациях из федерального бюджета, о том, что стоит усилить работу над тем, чтобы область, Самарская в том числе, активное участие принимала в федеральных программах. Каким образом сделать так, чтобы, например, мы были активнее, как тот же самый Татарстан, наш сосед? Ну, вы знаете, я бы никогда не сравнивал Татарстан и Самарскую область. Почему? Все сравнивают? Ну, все сравнивают. Мы должны понимать с вами, что исторически у него были привилегии. По конституции он... У нас же несколько конституция несимметричная. По конституции у него больше прав и возможностей. Ну, хотя бы там президент-то у нас губернатор. Да, ну, это даже так. Потом дальше мы должны понимать, что когда они не платили налоги, а был период практически до 2000 года, они не платили налоги. Они начали много разных программ и финансировали их из местного бюджета, потому что деньги все оставались как бы у них. Тогда распределение налогов было прям 50 на 50. Хорошо, давайте не смотреть, как хорошо у них, как сделать хорошо у нас. Я мысль эту все-таки закончу. Поэтому, когда они стали платить 2000 году налоги, то им подписали условие, что все те программы, которые они начали, они будут финансироваться из федерального бюджета. То есть они уже исходя в мире преимущества. Но я должен сказать, что на сегодняшний день, вот я с приходом Николая Ивановича Меркушкина, я очень верю в его настойчивость, трудолюбие, в его возможности, организационные способности поднять народ на решение вот этих важных задач. И мы, я думаю, эти задачи решим. А Татарстан не так уж далеко от нас убежал. Хотя у них и по территории больше, и численности больше. И численности больше. Население имеется в виду. Это такой капитал, который уже не отнимешь. Поэтому я думаю, что здесь мы это преодолеем. Но участие в федеральных программах, конечно, обязательно. И не случайно губернатор подписал соглашение с Роснефтью. И подписал соглашение с Лукоилом. И подписал соглашение с Ростехнологиями. Что очень важно, особенно для нашего города Самара, для Тольятти, для Сызрани, для Чапаевска, для Новокуйбышевска. Поэтому здесь, я думаю, что как раз в этих направлениях мы и будем проникать в федеральные программы. Но больше всего мне, конечно, нравится эта космическая позиция, ракета и двигатель. Авиационная позиция, самолетный двигатель. Это наша историческая сторона. Да, у нас конструкторские силы очень хорошие. У нас хорошая научная база. Учебная база, наш авиационный институт. И, конечно, авиационный самолет. И вот здесь мы, возможно, решение многих позиций, по которым мы не входили в федеральный программ, мы в них войдем. Ну и, конечно, спорт. Вот тут уж и никуда не денемся. От стадиона и от всего, что с ним связано, со всей логистикой и со всем остальным. Ваше мнение, вот по какому вопросу мне интересно. Сегодня в городах области отменили выборы глав. Как вы к этому относитесь? Ну, вы знаете, относиться можно по-разному. Можно исходить с точки зрения общей теории. Общая теория местного самоправления говорит, что, возможно, и такой вариант, и такой вариант. Я вот, будучи губернатором, был в Америке несколько раз. Есть у них штаты, есть города. Где в городах мэр из числа депутатов избирается. А сити-менеджер назначается. И мэр, значит, представительские функции выполняет. Проводит собрание гласных, как мы раньше в России говорили. И, значит, там пожар случился, он туда. Что-то пускать он туда. А этот парень сидит, работает, и только у них на совете отчитывается. Есть такая форма, она имеет право на жизнь. И мы сегодня приходим к этой форме. Ну, что же, наверное, это так. Мне лично, лично мне, конечно, ближе прямые выборы мэра, главы города, главы района, главы поселения. Наверное, на поселение мы оставим. Там будем напрямую выбирать. А дальше, как говорится, жизнь покажет. Губернатор неоднократно высказывался, что неплохо бы инициативу спустить вот как можно ниже, чтобы перемены все исходили снизу. И вот, например, выбирать местных депутатов из числа общественников. Это какие-то общественные советы должны быть, другие организации созданы. Как вы считаете, возможно это? И насколько это будет эффективно? Вы, если заметили, то вот Николай Иванович, когда пришел к нам по назначению президента, по представлению президента и избирался, утверждался на нашей Думе, вы заметили, он сразу начал работать с общественными некоммерческими организациями. И у нас в области сложилась очень хорошая практика, работа с этими организациями. Они обладают законодательной инициативой. Я думаю, что это замечательный пласт людей, работая с которыми можно подбирать кандидатуру для работы и участия в представительных органах власти. У нас есть замечательная структура, и она активно очень работает. Это общественный народный фронт. Партия «Единая Россия». Другие партии, они могут участвовать как в одномандатных округах, мажоритарной, как мы говорим, в системе, так и по списку могут участвовать. Только они должны понять, что надо работать уже не только с телевидением, не только с газетой, да, не только выступать, а надо еще и с народом, надо почаще. Приезжал, приехал с морского власти, поехал в деревню, поработал с местным самоправлением, поработал с людьми, люди о тебе будут знать, тогда больше и голосов будет. А то мы речь, что не надо никуда ехать, а депутаты будут из местных людей, которого все знают. Нет, ехать, я имею в виду, он же избирается на разные уровни. Если он выбрался на районный уровень, так в районе остается, его все знали как хорошего человека, избрали как хорошего человека и следят за ним, как хороший человек, чтобы он нигде не оступился и не опростоволосился. А если его выбрали в губернскую думу, то он уже уезжает в губернию и ездит периодически в район, приезжает. А если в государственную думу, то он будет достаточно долго, отсутствует в них только в месяц неделя работы в регионе. Поэтому в каждый удобный случай ты должен приехать к своими людьми, работать с местным самоправлением, и тогда все получится. У нас мало времени, остается последний вопрос. В общественной палате нынешнего созыва новая комиссия создана, зачитаю, по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами. Вот о чем мы сейчас говорили. Да-да-да, Галина Гусарова возглавляет эту комиссию. Ее избрали, Галина Гусарова. И она тоже в этой комиссии ко мне попала. Ну, что же, есть закон, в законе есть. Там все очень четко расписано. Сейчас вот мы будем с Галиной Ивановной думать над планом работы. Она поедет в Москву. Я надеюсь, там расширенное заседание нашей общественной палаты российской. У нас тоже, как везде, вертикаль есть. Общественная палата областная, общественная палата российская. Она поедет туда, там познакомится с работой, какие планы у них. И я думаю, что здесь это будет серьезная позиция. Но здесь, я думаю, очень много будет обращений граждан, обращений людей, жителей Самарской области. С ними надо будет очень-очень внимательно работать. А каким образом они поступят к вам? Давайте еще раз. У нас есть юридический адрес. Поэтому они могут поступить официально, письменно. Могут поступить по телефонному звонку. Могут поступить на сайты. Хоть сейчас. Как по-разному, да. Прямо сейчас можно звонить. Пожалуйста. Поснимать трубку и звонить. Да. Там есть люди, есть аппарат. Константин Алексеевич, благодарю вас за наш сегодняшний разговор. Напомню, это была программа «Общественное мнение». Мы выслушали мнение Константина Титова. До свидания.